Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее утро! И мы продолжаем изучать Тору. Потому что, как сказал царь Самон, что вы сейчас Эм Хаену в Орахимену, что слова Тора это как жизнь наша и Орахимену это продолжительность дней наших, да? И это очень важно чтобы с утра прям присоединиться ко Всевышнему, заполнить свою голову светом Торы и дальше по нему идти. По нему идти и тогда каждое решение, каждое действие будет внутри освещено таким светом и отлично будет, все будет прекрасно. Все будет хорошо. Теперь вот сегодня как раз об этом нам напоминает. Сегодня 12 день Омера. Кто вот каждый день считает, он должен сказать, что сегодня 12 день Омера, что это неделя и 5 дней. Ле Омер некоторые говорят, до Омера, а некоторые говорят Бе Омер, в Омере. То есть очень по-разному говорят Хасиды и не Хасиды. Но по факту все равно 12 дней, неделя и 5 дней. Вот я сегодня, вчера вернее, когда я это говорил, и сегодня вот сейчас мы читаем 12 день Омера, вообще это вечером говорят с благословением. Я подумал, что это дает, какой это эффект оказывает на мышление. То есть любая мысль, она оказывает влияние на мировосприятие. То есть у человека есть вот картина мира, вот он живет, сидит, вот сидит он, например, в данный момент времени, у него в голове какая-то модель мира, какая-то у него картинка. Он же не помнит все, он не думает обо всем. У него маленький кусочек мира всегда в голове. Какая-то одна мысль, какое-то направление, он куда-то внимание свое направил. То есть человек находится в каком-то кусочке мира, да? Как царь Саламон говорил, что Бог дал Олам, Олам это мир, только без вала написано маленькое, Олам Белебам Бнеадам в сердца людей и не дал никому весь мир от начала и до конца. То есть каждый человек видит кусочек мира, маленький такое окошечко, пазлик такой в каждый момент времени и никто не видит цельную картину. Но когда мы читаем 12 дней и говорим сегодня 12 дней, что это неделя и 5 дней от Омера. Какая неделя и 5 дней? Отчего 12 дней? До чего 12 дней? И эти 12 дней они расширяют сразу мышление, вот этот пазл, они его растягивают от Песоха до Шавота. И ты в этот момент, когда ты повторяешь, что сегодня 12 день, там завтра будет 13, вчера был 11 и так далее, ты 49 дней, ты каждый раз, когда говоришь об этом, ты расширяешь свое мышление и в него добавляешь вот такой промежуточек 7 недель между Песохом и Шавотом, между исходом из Едипта и дарованием Тора. 7 недель исправления качеств и у тебя в голове сразу такая картинка совсем другая, чем если ты, например, в телефон смотришь в какую-то игру, как шарики падают. Вообще, я вот иногда смотрю людям, меня так не их жалко, честно вам скажу. Просто у меня прямо, я хотел сказать, сердце кровью обливается, но сердце всегда кровью обливается, а в этот момент оно еще сильнее кровью обливается. Когда я смотрю на людей, взрослых, казалось бы, ну должны быть умные люди, которые смотрят в телефон и там шарики падают или бегают какие-то, и он сидит час, и сидит и час и дергает, дергает, дергает. Ну, ну что это? Куда ты отдаешь свою жизнь? Куда ты отдаешь свое внимание? Зачем тебе жизнь твоя, если ты в телефоне шарики переворачиваешь? Зачем она тебе? То есть, это просто, ну такой, такой, знаете, как вот отношение к жизни своей, к времени, к мышлению, как к мусору, да? Те, кто сидят, эти шарики там переводят и считают. Что за жизнь? Хорошо. Теперь, значит, двигаемся дальше. Сказал нам сегодня в книге о Йом-Йом сегодня день, и я вам скажу, что вот сегодняшний день, это единственный день, который есть у человека в жизни, и как его можно вытянуть в мусор, вообще непонятно. Вот, вот этот о Йом-Йом сегодня день в этой книге говорит нам Рабы Любавичисти. Разрешенное, то, что есть вещи, которые для нас запрещены. Бог сказал, это зло, запрещено. Я, значит, видел такое видео, что, как китайцы едят насекомых. Ну, вообще, я вам честно скажу, мне страшно на это смотреть, как они их едят, а им нравится, они смеются так. Но для евреев насекомые запрещены, вот эти вот, ну, очень страшно выглядят, как они этих там тараканов едят, как жуков едят, прям неприятно. Но, опять же, для китайцев это разрешенная еда, для евреев это еда не разрешенная. Я не знаю, считается ли есть живых насекомых, как есть Эвер Минахай, как часть от живого. Если считается, то они нарушают всем заповедей сыновей Ноаха, что нельзя есть от живого. То есть, если они от живого таракана отрывают лапку и грызут, то, может быть, они нарушают все-таки одну из семи заповедей. Но, как бы, по Торе насекомых евреям есть нельзя, а не евреи по желанию. Хотят есть, хотят не есть. Теперь, но если есть запрещенное и есть заповедованное, то, что заповедь, например, есть в Песах Мацу, это заповедь, ты обязан есть в Мацу. Кто не ест в Песах Мацу, его душа отсекается от душ еврейского народа. Тот, кто не хочет осознанно, он говорит, я не буду соблюдать Песах, там, я не буду делать, но сейчас пройду, мы говорим. Какая еще есть еда заповеданная? Например, в заповеданной еда заповедь, это в Шаббат делать Ти душ, или на вино, или на хлеб. Это заповедь. Заповедь, есть, что еще такая, заповедь кушать, вот, кушать, какая заповедь? То, что мы обязаны, кроме Мацу в Песах. Хлеб в субботу, Мацу в Песах, что-то мне больше не припоминается, да? Так вот, но вся остальная еда называется разрешенная. Это не заповедь, кушать в сути, мы должны, да, это заповедь, кушать в сути. То есть, есть еда, которая заповедь, есть еда, которая запрещена, а есть еда, которая разрешенная, да? Просто вот каждый день покушать кошерную еду, это разрешенная. Говорит нам Любач Теребе, разрешенная, но совершаемая человеком лишь для своего удовольствия является абсолютным злом. Как это так? Как это так может быть, что просто покушать является абсолютным злом, разрешенную еду, кошерную еду. Что это он говорит такое? Так пишет Альтера Ребе в книге Тания, в седьмой главе. Почему? Потому что мы сейчас находимся в недельной главе, в недельной главе мы находимся, которая называется «К души мтью», «Будьте святы». Так, что значит «Будьте святы»? Освещай себя в дозволенном тебе. То есть, когда ты ешь дозволенное тебе, но ешь только ради своего удовольствия, это как идолопоклонство, представляете? Не как идолопоклонство, абсолютно зло здесь написано, не буду добавлять. Необходимо осветить разрешенное так, чтобы оно начало служить торе и заповедям, богобоязненности и приобретению добрых качеств. Это такой нам совет. Что это значит? Это значит, что ты берешь стакан воды. Если ты его пьешь для удовольствия, то это абсолютное зло. Если ты говоришь «Барух Ата Ашем Элукен Мелех Аллам Благословен Ты Бог Всесильный Царь Мироздания Шааколь, что все не я, что все появилось Бидваро значит, по его слову». И ты в этот момент и берешь эту воду и говоришь дополнительно, можно сказать слух, можно подумать. Пью я эту водичку, чтобы быть здоровым, чтобы больше служить Всевышнему и делать больше добрых дел. И выпиваю эту водичку. То есть, это уже действие превращается, питье стакана воды превращается в служение Всевышнему. Дальше, попил ты водичку, выпил и говорит «Баруха Таашем Лукейну Мелеха Олам Благословен Ты Бог Всесильный, Царь Мироздания, Борейн и Фашот Работ, который сотворил многие-многие души, да, и Фашот это души, Вехесранан, и то, что им не хватает всем этим душам. То есть, за все, что ты сотворил, чтобы это оживлять. О, так Всевышний это сделал, чтобы нас же оживлять. То есть, представляете, как задумано? Он сделал мироздание, каждому дал недостачу, и он восполняет эту недостачу. Бе-мнефешкор хай, в них душа всего живого, барух хей ауламим, благословенты, оживляющие миры. То есть, Всевышний так сделал систему, что везде есть недостаток, он, Всевышний, восполняет весь этот недостаток. Мы, получив от него это то, что он нам дает, да, все живое, все мироздание, человек, мы, получая от него то, что он нам дает, узнаем его, через это мы его познаем, и мы ему говорим спасибо. И все это превращается в акт соединения со Всевышним. То есть, идет вот такой вот акт взаимного, взаимного давания, принятия и благодарности. Он нам дает, мы принимаем, мы его благодарим, даем другому, и вся эта система работает вообще, все счастливы. Любовь, да, это все, вот это называется любовь. Любовь это давание, аова, да, соединение, а как может соединяться, не может же соединяться вот так, соединяться может вот так, когда одному не хватает, а второму дает. Вот это называется соединение, да. Теперь любой акт потребления чего-то, что доставляет удовольствие, удовольствие, если этот акт совершается только ради себя и ради самого удовольствия, он является абсолютным злом, потому что не для этого Всевышний создавал мир, а он создавал мир, чтобы мы, получив, вспомнили о Боге. Понятно? Очень все понятно он нам объяснил. Теперь дальше. Обретение неба на земле. И вот сейчас прямо все идут, вот эти вот, нам идут сейчас советы, они прям как будто бы точно для нашего времени. Точно для нашего времени. Значит, пишет нам книга «Обретение неба на земле». Отчаяние – это крайняя форма самообожествления. Как же так? Вообще, какое-то сегодня непонятное, да. Одни парадоксы. Отчаяние – крайняя форма самообожествления. Как так может быть? Да, вот давайте подумаем. Человек в отчаянии, сидит он в отчаянии, денег нет, жить негде, никого, друзей нет, близких нет, там, женой развелся, с детьми поругался, все, значит, сидит он в отчаянии. И нам говорит книга «Обретение неба на земле», что это он сейчас себя самообожествляет. Непонятно, вообще непонятно. Читаем объяснение. Отчаявшийся, убежден, что в состоянии все перевернуть, отнять судьбу мира из рук Создателя, сорвать его планы. Знаете, что мир постоянно поднимается вверх в направлении к единству. Трепет каждого листка, каждый легкий ветерок, мельчайшее движение каждой частицы Вселенной, шаги в том же направлении. Даже события, кажущиеся шагами вниз, на самом деле лишь часть того же восхождения. Так атлет перед прыжком приседает, как пружина. Так пружина, прежде чем высвободить свою энергию, сокращается. Ничто не может сдержать это движение хотя бы на миг. Конечно, следует взять на себя ответственность и работать упорно, очень упорно, чтобы исправить то, что вы натворили. Пыль уляжется, и вы окажетесь в том же самом месте, где вам следует быть на один шаг впереди. Давайте разберемся, что это значит. Вот человек в отчаянии, он сидит и говорит, все, война, я беженец, все потеряно, все потеряно, все потеряно, как же так? У него ненависть, злость к захватчикам, завоевателям, которые выгнали его из дома и разбомбили. У него ненависть, что люди его не жалеют, не принимают. У него злость на все, на весь мир, да? Самообожесление. Давайте посмотрим, а как можно думать по-другому. Он говорит, стоп, стоп, это план Всевышнего. План Всевышнего для того, чтобы, для того, чтобы, я не знаю для чего, но это план Всевышнего. То есть, я не буду даже сейчас вдумываться, почему, в чем это план Всевышнего, и почему это так. Я вдумываюсь сейчас, что, что есть я. Я есть, это, есть я, есть у меня вот тот момент, в котором я нахожусь. Я жив, я здоров полностью или частично. И я в данный момент, да, меня могло бы не быть, сколько людей убито, сколько людей уничтожено, сколько умерло от коронавируса. Но меня Всевышний для чего-то сохранил, и почему-то он меня довел до этого момента, что я жив. И он меня, значит, он не хочет, чтобы я умер. Значит, я сейчас, в данный момент, в данный момент, я сейчас должен просто увидеть, какой, какой план есть у него для меня с этого момента и на будущее. То есть, я не могу понять Всевышнего, его расчеты, то, что было в прошлом. Я могу сейчас понять, что мне делать в данный момент, для того, чтобы выполнять волю Всевышнего. Потому что, если я выполняю его волю, как свою, он выполнит мою волю, как его. Если я, в перте вот, сказал нам, Раби Нехуня Бен Акана, он нам сказал конкретно, коль амикабель алав оль Тора, каждый, кто принимает на себя ярмо Торы, с того снимается ярмо царства и ярмо заботы о пропитании. Значит, что мне сейчас надо сделать? Мне надо сейчас принять на себя ярмо Торы, да? Что это значит? Тора, поучить Тору, дальше, помолиться, а вот, да, поблагодарить Всевышнего за то, что есть, и попросить то, что мне нужно. И добрые дела, пойду сейчас сделать добрые дела, кому сейчас сделать доброе дело, там, вокруг посмотреть, полно людей. и он начинает, представьте ситуацию, вот ему сейчас плохо, он в отчаянии был, да? Почему он в отчаянии, что все идет не так, как он хочет. Но он оставляет это отчаяние, он говорит, ну, что мне отчаяние, помогло? Мне это отчаяние, до этого момента, ничего кроме отчаяния не дало. Мне оно дало страдания, отчаяние, и как бы, ну, и плюсы. И вот я буду отчаиваться дальше, дальше, дальше. Ничего, как бы, нету пользы. Значит, я иду, попробую сейчас, совет, испертиевод, Рабби Нахуня Бенакана, приму на себя сейчас я ярмо Торы. Уже хуже не будет, что это ярмо-то? И так неплохо, я в отчаянии. А тут я еще ярмо, что это за ярмо Торы там? А ну давайте, что? Поучить Тору? Поучу. Помолиться? Помолюсь. И добрые дела делать. Вот и все вам ярмо Торы. Хорошо. Пошел он, значит, кому доброе дело? Там, ты хорошо выглядишь, ты молодец, ты красавчик, тебе давай сумку помогу донести, тебе что помочь? Все. И тут он смотрит, люди совершенно к нему начали по-другому относиться. Открылись перед ним новые двери. То, что он у Всевышнего молится, как-то начало получаться. Ну, то есть, такие происходят чудеса иногда, что просто, ну, просто вот люди говорят, говорят, ну, прям не знаю, как это так получается. А другой, который в отчаянии, у него все закрыто. И он сидит в отчаянии и на всех гонит. И все к нему еще хуже относятся. А он еще на всех гонит. И на Всевышнего гонит. И на всех гонит. И что плохо? Понятно, да? Какой хороший совет обретения неба на земле. Очень хороший совет. Все. Теперь, значит, мудрость Торы на каждый день. У нас сегодня еще есть кусочек, да? Ну, можно его пропустить. Давайте почитаем Хумаш. Пятикнижие, значит, глава к душам Тио. Будьте святы. К душам сегодня пятый день. Пятый день недели. Двенадцатый день омера. Двадцать восьмого апреля. И двадцать седьмого Несана. Значит, и говорит нам... Ой. Говорит нам недельная глава. Вайдабэра шем эль Моше лимор. И говорил Бог Моше, говоря с ним. Да? Вэльбне Исраэль Тумар. И скажи сынам Израиля. Иш, иш. Мебне Исраэль. Человек-человек и сынов Израиля. Умина Гер Агарба Исраэль. И от пришельца, живущего в Израиле. Ашер Итен Мизароли Молых. Мотюмат. Тот, кто даст от потомства своего Молыху. Какой-то был Идах Молых по имени Молох. Мотюмат. Такой человек Мотюмат. Умрет-умрет. Умрет здесь и умрет для духовной жизни. Амарец Ирмуу Игрмуу Баэвен. Народ земли побьет его камнями. То есть, его мало этого, его нужно еще забить камнями до смерти такого. Смотрите, как интересно, да? Смерти будет предан. Хорошо. Я поверну, это Бог говорит, лицо свое. Да, ну, это образно, внимание свое. Да, не лицо, а внимание. Понятно, у Бога нет лица. Поверну внимание на этого человека, который служит идолом. И искореню его из среды народа его. Кимизаро, натальный Молох. Он от потомства своего дал вот этому идолу Молоху. То есть, если ему не жалко своих детей. И он, это было служение идолу. Идолам приносили в жертву детей, там, страшные дела. Так, если он такой, этот человек, что за человек, который своих детей приносит в жертву идолам. Значит, я его тоже искореню. Это как бы мера за меру. Лиман таме эт мигдаши уле халель эт шемкадши. Потому что он оскверняет святость. И потому что он обесценивает хулит мое святое имя. То есть, все идет мера за меру. Человек пришел в землю Израиля. Вот тебе Бог, вот тебе храм, вот тебе полностью служение. Молись. Ну, все у тебя есть. Что тебе нужно? Творец мира, создатель мира, все. Какой тебе идол Молох, которому нужно детей отдавать, их в костер там кидать, проводить между огнями. Какие-то идолы непонятные. То есть, если человек такой неадекватный, то Всевышний говорит, такого человека надо убрать. Дальше. Вот смотрите, это нас очень сильно всех касается. И если отведут они, отвернутся, закроют глаза, народ земли, свои глаза вот этого человека, быть и то мезороли Молох, видят они, что он своих детей приносит жертву этому Молоху. Они говорят, а что, его дети пусть убивают, делают пусть что хочет, его же дети, не мои. Я-то что, я спокойненько хожу в храм, молюсь, все. А он, ну, что делает? Это свобода самовыражения. Значит, если они отвернут свои глаза от него и не убьют его, да? Значит, тут давайте почитаем Уснатор объяснение, чтобы не ошибиться. Если отведут свои глаза в чем-либо одном, неизбежно отведут во многих делах они. Если малый Санедрин, судебная палата из 23 членов, отвратит глаза свои, и они скажут, не будем его судить, то есть суд даже не будет его судить, то тогда отвратит также Велитисанедрин, это высшая судебная палата, которая заседала в храме, значит, 71 там был мудрец, и, значит, если скажут, да, не будем мы за это судить, пускай делает, что хочет, то говорит Всевышний. Посмотрите, Тора прямым текстом. Высамтиани этпанай баишау, и я поверну свое лицо, свое внимание на этого человека, убами шпахтой, на его семью, выкратиу то, и я его искореню. Его и всех, которые блудно следуют за ним, Лизнот, Ахарей, Амолох, которые идут за этим идолом, этим Молохом, Микаравамам, я всех тогда искореню из среды народа. То есть, получается, те, которые поддерживают его, и которые не осуждают его, они как будто бы делают то же самое. Значит, устная Тора нам говорит, сказал Раби Шимон, но чем согрешила его семья? Я думаю, у многих вопросы тоже, чем согрешила его семья, чтобы понести наказание? Это спросил, значит, Раби Шимон, наверное, Раби Шимон Барюхай. Однако, о семье сказано, чтобы учить тебя семья, в которой есть один сборщик налогов, как всегда стоит сборщиком налогов, все заступаются за него. И, значит, он говорит, если человек делает, он не сделал бы это, если бы семья его не поддерживала. Значит, семья его поддерживает, значит, они заодно вместе с ним. Значит, дальше продолжение. Искореню его написано, не семью искореню. Для чего это сказано? Что его семья, ты мог бы подумать, что вся семья подлежит искоренению. Нет. Искореню его, то есть он будет уничтожен, а все семейство не искорено будет, но будет страдать. Будет страдать за то, что шли за этим Молохом. Уснатора говорит, что и другому идолу, неважно, Молох это для примера приводится, да? Значит, вот такая система. Дальше идет про некромантию, про мадию, про всякие вот эти вот штуки. И в конце завершения. И будьте, осветите себя, говорит Бог. Прямо осветите. У вас же есть инструменты для святости. Есть заповеди, есть молитва, есть масса инструментов для святости. Зачем вам эти идолы? И значит, осветите себя и будете святыми, потому что они, ашем и локхем, потому что я Бог всесильный ваш. Все, отойдите от идола поклонства. Значит, что мы отсюда учим для себя? Иногда мы можем сказать, почему я страдаю? Почему я страдаю? Сейчас, например, 5 миллионов там беженцев. Ну, мир реально, мы видим, что много людей страдают, абсолютно невинные люди, абсолютно, которые ничего плохого не делали. Дети, женщины, все страдают. Почему? Вот мы отсюда видим, что очевидно, какие-то были совершенные ошибки, может быть, не знаю, кем-то, то есть, когда грешат великие какие-то люди, которые главы, там, я не знаю, как оно работает все, но мы видим, что когда в городе Шхеме сын мэра города изнасиловал Дину, то потом пришли два брата, Шимон и Леви, и вырезали весь город Шхем, да, которые поддерживали вот этого сына мэра. Возможно, что на сегодня каким-то образом последний... Я не буду никого... То есть, я не знаю, но мы видим, что Исторы, что Всевышний категорически против идола поклонства, что он сказал, что Мамаше передал народу Израиля, чтобы ни в коем случае не служили идолам, и тот, кто служит идолам, его должна убить сама страна, сами люди. Если они его не убили и не судят, тогда накапливается, тогда его самого судит Всевышний, а люди вокруг, его семья будут страдать. Вот так оно работает. Очень-очень... Всему есть объяснение. Но опять же, мы вернемся к началу. То есть, каждый человек отдельно, он может улучшить свою жизнь, он может выйти из отчаяния, он может понять, осознать и поверить, что Всевышний любит каждого человека и дает ему всегда в любой ситуации возможности для того, чтобы перейти на следующий духовный уровень. Я прям сегодня утром думал, вот думаю, сейчас столько людей несчастных в депрессии, и я думаю, что много... Вот есть книга, называется «Сад благодарности». Написал эту книгу Равшалом Аруш. Я очень хочу прям... Вот можно попрошу даже Якова Шатадина и попрошу, чтобы мы поставили прям эту книгу в электронном виде для скачивания. Рассылайте эту книгу в электронном виде, в живом виде. Есть эта книга, у меня есть, например, несколько книг. Я вот хочу каким-то образом начать ее распространять. Смейт, ну, то, что вот я знаю из всех книг, эта книга, она очень сильно дает человеку опору в тяжелые, в тяжелые периоды жизни. Она дает ему внутреннюю опору, психологическую опору, эмоциональную опору. Есть у него сад веры, сад благодарности. Я бы очень хотел каким-то образом подумать, как можно эту книгу распространять среди тех, кто хочет. Если у вас есть люди... Опять же, не каждый будет ее читать. К сожалению, человек в отчаянии, он может быть обозленный. И именно его отчаяние – это и следствие, что он не готов принимать никакие вот эти вот идеи о том, как выйти из отчаяния. То есть он просто... Само отчаяние, оно же его как бы и съедает. Это как болезнь такая. Это, конечно, ужасно. Но те, кто готовы выходить из отчаяния, те, кто хотят выходить из отчаяния, то книга «Сад благодарности» – это просто мощнейший, мощнейший инструмент психологический по выходу из отчаяния. Значит, мы сейчас... Давайте ее читать вместе. Изучать, читать вместе. Кстати, интересная идея. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Может быть, она есть, кто-то уже это сделал. Всегда, когда есть хорошая идея, то ее наверняка кто-то уже сделал. Сейчас я посмотрю. Может быть, в Ютьюбе есть эта книга «Сад благодарности». Может, кто-то ее начитал уже. Сейчас мы узнаем. Секундочку. «Сад благодарности» – аудио. Может быть, кто-то начитал. Сейчас что-то у меня не подключается. Ютьюб. Так, ну, посмотрите, пожалуйста, да? Надо подумать. Вот мы сейчас подумаем. Если мы найдем сейчас «Сад благодарности». «Самое частое слово сегодня» – «Ковид, ковид, ковид, ковид». «Примивка». «Благодарности». «Сад благодарности». «Сад благодарности». «Сад благодарности». Аудиокнига «Сад мира» есть. Это про семейные отношения. «Сад веры». Вступление. Так, «Чудо благодарности». Есть много видео его, но вот саму аудиокнигу я не нахожу. Сейчас. Ну, есть много про благодарность, но книгу саму я не нашел. Есть видео его «Как выйти из депрессии». Вот короткое видео есть. Рав Шаламаруш. Есть видео его «Как выйти из депрессии». Да? Хорошо, друзья. Есть в YouTube. Если кто найдет, то поделитесь ссылочками. Хорошо? Я пока не нашел. Все. Всем удачи. Всего хорошего. Два прекрасного дня и три вещи, которые спасают три основы. Тора, молитва и добрые дела. Все. Всем счастливо. Удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.